МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире служба новостей Саров-24 в студии Анны Пилипет. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Самый светлый праздник, как в Сарове встретили Рождество. Относительно спокойно сотрудники ГИБДД подвели итоги январских каникул. Зимние забавы, новогодние представления состоялись в парке имени Зернова. Далее расскажем обо всем подробно. Новые меры соцподдержки должны будут назначать автоматически с 1 сентября. Все старые пособия и выплаты, которые начисляются из федерального, регионального и муниципальных бюджетов, станут проактивными до конца 2023 года. Об этом говорится в законопроекте, который подготовил Минтруд. По словам министра труда и социальной защиты Антона Катякова, благодаря этому помощь станет доступнее и будет оказываться быстро, просто и адресно по принципам социального казначейства, как, например, материнский капитал. О нуждающихся в мерах поддержки станет известно из Единой государственной информационной системы социального обеспечения. В этом году все региональные органы соцсощиты начнут размещать в единой системе информацию и назначать льготы и пособия через нее. Кроме того, с единой системой будут взаимодействовать другие ведомства. Например, Федеральная налоговая служба должна передавать в нее сведения о низких доходах россиян, движимом и недвижимом имуществе, которым владеет семья. Это позволит органам соцзащиты рассчитывать среднедушевой доход граждан, определять степень нуждаемости семьи. В информационной системе также доступна функция «Социальный калькулятор», с помощью которой гражданин может увидеть все пособия и льготы, которые ему положены. В ночь 6 на 7 января православные христиане отметили Рождество – один из самых главных праздников Русской Православной Церкви. Во всех храмах города прошли праздничные богослужения. В храме в честь святых царственных страстотерпцев побывала наша съемочная группа. Рождественские песнопения в храме в честь святых царственных страстотерпцев пели все – и хор, и сами прихожане. Праздничное настроение на богослужение создавали и украшенные елки, и красочный вертеп, изображающий сцену рождения Христа. Праздник Рождества верующие встречали с особенными светлыми чувствами. Очень приятные такие воспоминания детства здесь всплывают. Особенно приятные воспоминания и чувства идут после ночных служб. Идешь прямо с таким настроением, очень с хорошим, веселым, радостным. Радость, светлость и на душе приятно. У меня только радость внутри, просто радость. Ну, как всегда, замечательная. Мы пришли в храм – уже и радость. Рождество Христово – праздник торжественный и радостный. В этот день все верующие вспоминают значимое событие – рождение в мир Бога. Господь родился ребенком, то есть он как бы начал свой земной путь с самого начала. Как вот дети начинают с наивного первого слова, с первых, так сказать, прикосновений к маме, с первых познавательных шагов в этом мире. Поэтому и мы приветствуем Господа родшегося в этот день здесь, на земле, в тесной пещере. Праздничное богослужение началось вечером в Сочельник 6 января. А ровно в полночь верующие пришли в храм на рождественскую литургию. Светлана Ярунова, Кирилл Новикевич, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24. О толщине льда на водоемах Сарова сообщил департамент городского хозяйства. На пруду Боровом вода промерзла на 27 сантиметров. На сатисе толщина льда – 22 сантиметра, на Саровке – всего 15 сантиметров. Специалисты отмечают, что подо льдом во многих местах бьют ключи, которые подмывают лед. При выходе на водоемы сыровчанам необходимо соблюдать особую осторожность. Другая важная информация в подборке коротких новостей. В ПФР назвали условия назначения пенсии в этом году. На пенсию смогут выйти женщины в возрасте 56,5 лет и мужчины в возрасте 61,5 года. Для назначения страховой пенсии должен быть стаж не менее 13 лет и 23,4 пенсионных коэффициента. Напомним, что до 2028 года действует переходный период по установлению пенсионного возраста. С 2028 года женщины будут выходить на пенсию в 60 лет, мужчины – в 65. С 1 января страховые пенсии в России выросли на 5,9%, а средний размер страховой пенсии превысил 17 тысяч рублей. В ФСС пояснили, как будут оплачивать бумажные больничные листы, выданные в 2021 и закрытые в новом году. Пособия по ним рассчитают по правилам прошлого года. При этом в ведомстве обратили внимание, что продлевать прошлогодний бумажный больничный в этом году можно только в электронном виде. Если бумажный листок нетрудоспособности выдан в 2021 году, в январе 2022 закрыт, а затем возникла необходимость аннулирования и выдачи его дубликата, то этот документ также будет оформлен в электронном виде. Девять аварий произошли на дорогах Сарова за новогодние каникулы. В одной из них пострадал ребенок. Чем еще запомнились праздничные дни сотрудникам правопорядка, расскажем в следующем репортаже. Новогодние праздники выдались относительно спокойными. Единственная авария с пострадавшим произошла уже к концу каникул. 8 января в 14.40 на улице Силкина водитель ВАЗ-21099 при повороте налево на регулируемом перекрестке не уступил дорогу встречному автомобилю. В результате столкновения несовершеннолетний пассажир получил телесные повреждения. После осмотра врачом его отпустили домой. Было выявлено 188 нарушений правил дорожного движения. В результате надзора с дорожным движением 7 водителей были задержаны за управление транспортно-средственным состоянием алкогольного пенения. И радует то, что отсутствуют у нас повторники. То есть водители все-таки прислушаются к требованиям нашего законодательства, как административного, так и уголовного. Один водитель был лишен права управления и был задержан нашими сотрудниками. И один водитель не имел права управления. 42 водителей оштрафовали за нарушение запрета тонировки. 8 пешеходов переходили дорогу в неположенном месте. 27 саровчан нарушили правила остановки или стоянки. И столько же участников дорожного движения решили не пристегиваться ремнями безопасности. Также сотрудники ГАИ проводили профилактические мероприятия. Информационное пропагандистское мероприятие «Полицейский Дед Мороз. Безопасная горка», в рамках которой полицейский в костюме Деда Мороза предупреждал участников дорожного движения о соблюдении ими правил дорожного движения. Особое внимание мы обращали на профилактику детского дорожного травматизма, проводили беседы с детьми, их родителями. Также в эти праздники провели еще одно профилактическое мероприятие «Бахус» по выявлению нетрезвых водителей на дорогах нашего города. Анна Пилипецк, Константин Островский, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров-24. День поздравлений, состязаний, улыбок, хороводов, зимних забав, музыки и танцев. Окунуться в праздничную атмосферу волшебства и подарить себе замечательное настроение можно было в парке Зернова в любой день новогодних каникул. Подробности далее. Для маленьких саровчан Дедушка Мороз исполнил песню «Морозяк дрыгаем пузяками». Мало кто смог удержаться и не повторять за ним танцевальные движения. 5 января в парке получился настоящий день улыбок и хорошего настроения. Начали праздник с музыкального хоровода. Ребята кружились под веселые новогодние композиции. Вы знаете, первый год ведь это проводится. Вы молодцы. Я вчера здесь была, вот у меня внучка уже, ей два годика, а она уже с удовольствием сюда ходит, сегодня просилась. Отлично, мы только пришли, еще смотрим, как детки играют. Очень здорово, особенно для детей в такие большие каникулы, столько развлечений. Классно, нам все нравится. Замечательный праздник, с детям главное весело, персонажи очень даже новогодние такие. Да все понравилось, и конкурсы, хоть еще и маленькие, но тоже немножко танцевали. Собрались на очередную встречу в парке у большой пушистой елки. Для малышей приготовили интересные зимние задания. Так, к примеру, державшись за руки, нужно было преодолеть препятствия из шариков снежинок, что качались на ветру. Обязательные условия шары не должны были их коснуться. Затем из специальных палочек на снегу изображали разные фигуры. Сначала снежинки, а потом и домики для сказочных гостей праздника – петуха и тигра. Дедушка Мороз со снегурочкой встречали гостей. Каждый день к ним приходили новые сказочные волшебники. У них побывали в гостях и пингвин, и снеговик, и петух, и тигр – символ наступившего 2022 года. Также к ним в гости заходил и ежик, и прилетала из южных стран замечательная обезьяна. Каждый день новогодних праздников гостей Парка Зернова ждала новая насыщенная программа мероприятий. Окунуться в новогоднюю атмосферу праздника помогали сказочные персонажи. Все встречи заканчивались приятными сладкими подарками от Дедушки Мороза. Анна Пилипец, Кирилл Новикевич, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров, 24. Новогодние праздники – отличная возможность отвлечься от работы, весело используя провести время в кругу друзей и близких. Наша съемочная группа узнала у саровчан, как они отдохнули в январские выходные. После новогодних каникул так тяжело снова вливаться в рабочие будни. Остается только утешаться радостными и теплыми воспоминаниями, а может быть, еще и оставшимися закусками и салатами. Спросим у саровчан, как они провели новогодние праздники. Здесь, с семьей, дома, в Сарове. Замечательно. Ходил на лыжах, ездил к друзьям, к родственникам, на обор, в Мордовию. Все было прекрасно. Маршрут один – диван, холодильник, компьютер. Ну и лежа на диване телек. Как? Активы не проводили? Ну, палки для скандинавской ходьбы стоят в углу. Никуда не ходили. Дома дети приходили, внуки, правнуки. Дома? Куда деваться? Старенькие уже, магазинки как-то. Клубы сейчас не работают, вечеров не проводят. Мы ездили к детям в Санкт-Петербург. Там очень красиво. Сервис намного выше. Не как в Сарове, к сожалению. Так что очень хорошо отдохнули. С друзьями, знакомыми, родственниками. Так что все отлично. Спортом занимались. На лыжах, на коньках. Навестили свой дом, кота, который у нас там дикует. Съездили на автобусные экскурсии в Саранск. Сходили в театр. Посмотрели новогодний рождественский в Жасаранск. Прекрасно. Сидели за столом и кушали. Не болтали. Активно? Активно. Активно. Ну, активно в нашем возрасте. Ну, гуляли. Гуляли по городу и все. Новогодние каникулы порадовали нас снежными днями и поистине волшебной погодой. Саровчане воспользовались этим. И не только сидели дома за столом, но и навещали родственников, гуляли, а также занимались активными видами спорта. Игровые площадки, спортивные станции по силовому экстриму, танцевальному фитнесу и мини-футболу. В новогодние каникулы на лыжной базе прошел фестиваль зимних спортивных игр. О том, что для гостей праздника приготовили организаторы, расскажем далее. Наряжать елку к праздникам – целый ритуал. А сделать это на скорость – и вовсе задача со звездочкой. Ребята должны были по очереди вешать на нее игрушки, а затем снимать. Попробовать себе участники могли и в хоккее. Вот только вместо шайбы юным спортсменам предложили кубики. Было много различных станций. И одна из них, которая понравилась мне больше всего – это сапоги-скороходы. Нужно с помощью этих сапогов преодолевать препятствия. Ну и, конечно же, пинать мячик. Тем не менее, были и другие интересные станции. Например, это кидание большого меча в кольцо, это перетягивание тяги и многое-многое другое. Начали праздник с веселого хоровода, в котором с ребятами кружились Дед Мороз, Снегурочка и Снеговички. А затем привели небольшую викторину. За каждый правильный ответ можно было получить сладкий приз. Для тех, кто замерз или просто захотел размяться, провели танцевальный фитнес на снегу. Не обошлось и без силовых упражнений. В армрестлинге решили себя попробовать и Дедушка Мороз со Снегурочкой. Упорной борьбы за победу в таких состязаниях не было. Все играли для души. После новогодних праздников мы снова просыпаемся, выходим во дворы, выходим на площадки для того, чтобы поиграть и зарядиться бодростью и хорошим настроением. Сегодня Центр внешкольной работы подготовил для горожан спортивный праздник в рамках декады спорта, который проходит в январе, с 1 по 10 января в Нижегородской области. И сегодня будет фестиваль спортивных зимних игр. Площадку отвели и для любителей футбола. Гости праздника, несмотря на мороз, получили заряд бодрости и хорошего настроения. Анна Пилипец, Константин Островский, Сергей Ряпов, служба новостей, Саров-24. И это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16», в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук и Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в YouTube и смотрите все информационные выпуски, авторские программы в удобное для вас время. В студии работала Анна Пилипец. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Субтитры подогнал «Симон»!